привет всем 5 июня двадцатого года пятница начало лета календарное лето началось но летней погоды нету у нас до сих пор ходим еще куртках и пальто дожди заливают нас вот пасмурно солнце появляется на мало послезавтра троится но как будто бы уже будет летняя температура надеемся на лучшее зимы у нас не было теперь чувствуется что и лето не будет но надеемся что все таки будет поздравляю с наступающим днем троицы праздник празднуется я с детства его помню нас посылали за у нас называлась клеченья вот мы рвали ветки клёна ну в общем траву на болото шли детям это было дано такое задание и мы собирались по несколько человек с кем дружили и шли радовались этому потом украшали свои дома на полах но на внизу на полу застилали вокруг портретов вокруг икон ветки липы вешали но в общем зеленью прикрашали свои дома но мне теперь не надо зелени я не ношу и украшаю потому что у меня достаточно своей зелени и тем более с улицы можно принести много вредителей которых не совсем не хочется иметь наличие на своих растениях ну и начинаю я свое цветочное обозрение со своего подоконника где фиалочки располагается у меня так вот эпифилом о эпифилом эуфорбия так я буду если неправильно называть это моя оговорка так что уж извиняйте но и вы видите цветут понемножку после пересадки уже прошло больше месяца вот сюда я определила еще одной писцы из лоджии занесла и там сверху фиалочка надо будет купить хорошее кашпо и определить горшки красивое кашпо то не совсем красиво как-то но ладно вот такие шторы у меня потом опускаю когда солнце вчера было немного солнца но что-то сломалась моя штора и пришлось вот так ее закрепить вот окно у меня полностью открыто я люблю когда много света и и все чтобы было горизонт был весь у меня который я могу охватить охватить со своего окна был открыт ну и пришла я на лоджию на западную здесь уже не помню что то я меняла местами какие новости здесь но глориоза очень она очень быстро растет вот какие завитушки сделала не за что и цеплять здесь я немного было зацепила за за стойку но не знаю как буду ее может закручивать впервые так так плюмерии здесь такое впечатление что она будет ветвиться у меня не в один ствол расти но посмотрю это замерла что то такой листика вырастила так и стоит на этом месте но еще один черенок я тогда порезала было на 4 она высокая у меня была вот остался пенек и три черенка это верхушка укоренилась первой и вот уже развивается и этот черенок уже пускает там корешки и в общем наполняется я смотрю он так был сморщенным немножечко становится вот эти морщинки наполняется жидкостью в общем он таким становится вот как и это стало без всяких морщин вот водичку уже пьет такие это тоже выравнивается ствол так бугенвилия продолжает свести снова я определила туда свое пиларгонию моя бугенвилия белая я ее обрезку сделала она стояла на подоконнике листья какие-то стали желтоватые я подумала что она пострадала от солнца которого мало но все равно вот переставила была но что-то она затормозила после того как я обрезку сделала и не растет и понемногу желтые листья появляются сбрасывает не знаю в чем проблема и грунт практически я не поливаю долго потому что и в воду плохо пьет вот не нуждается в общем такое впечатление что она спит бегония разрослась мне еще в апреле кажется я меня просили черенок и мне нечего было брать вот отщипнуть там черенка вот разрослась уже как красавица ну и подвесные горшки начала эти фиалочки определять что-то мне захотелось я вспомнила когда-то давно я на каком-то сайте пропадала там был сайт полностью посвящен трейлером и все они были в подвесных корзинах настолько завораживающее красивенное зрелище такое но вот решила это тоже из трейлеров есть несколько кустиков вот красивая такая фиалочка так не видно тут она цветет так пышно но сейчас будет еще такие и бискус в этот раз не цветет но и тут конечно мой красавец вот смотрите стрептокарпуск вы видите столько там бутонов уже цветы открылись и еще очень-очень много бутонов здесь я уже не знаю я думала три кустика образовалась а здесь наверное четыре и каждый хочет свести поэтому скоро здесь будет букетище листья конечно посветлели потому что на него попадает солнце они вообще-то не очень-то любят солнце но чувствует он себя великолепно если цветет так обильно там еще кислица прицепилась в грунте значит было так и вот еще одни фиалочки вот так я сгруппировала вот это которую я только показывала в том подвесном кашпо вот она создана для того чтобы в кашпо быть подвесном вот вокруг цветы здесь тоже наверное две или три головы ну и это раскидисто так цветет как раз они друг другу подошли вот так они сейчас висят да глориоза она пытается как ну приблизиться вот а я ее усиками цепляю и направляю туда потом она уже выше веревки будет расти так как захочет херита с бутонами там будет скоро цвести крассандра обильно цветущая вот вы видите там антуриум скоро будет раскрывать свой единственный цветочек я разделила их при пересадке два было вместе ну и конечно водопады из этих ипоцирт одна вторая вот еще один антуриум я их отделила друг от друга тоже вот кислица здесь надо будет когда они подрастут там я еще видела в гиппиаструмах в один горшок посадить ну и антуриум здесь вот с четырьмя цветами вот три и там самый старый но нормально смотрится вообще считается когда зеленым вот початок становится это уже он отсвел он начале вот такой желтый ой вот огромный какой так надо как-то он был здесь зацеплен вот так пусть и так легче ему нет что-то не получается у меня еще продолжает свисти этот спатифил но уже зеленеет покрывало можно будет скоро снимать их кала каждый листик хочет быть поближе к свету вот видите полностью закрыли окно но самое главное когда солнце листья листья как будто бы не горят на солнце значит любит но так все повернуты огромные красивые вот мне их немного я переставляла когда мыла окна чуть-чуть по другому в общем я вмешалась в расположение этих листьев постаралась так разместить чтобы каждый получал свет но когда они растут каждый же между листьев пролазит вот к стеклу но мне кажется нормально сейчас я уже ее тревожить не буду пока она не уйдет на покой месяца через два она начнет желтеть и она долго где-то с сентября месяца и до апреля месяца спит спят клубни так здесь у меня фаленопсис часть листья этих цветов ушли все отмирают вот видно по ним потом как они смарщиваются цвет немного меняется ну и новый цветонос раскрывается вот даже видно это новые цветы а это старые и они более блеклые особенно те которые вот будут отпадать так мне здесь этот спатифилум немного мешает сейчас я его подвину вот сюда вот так красавец дендробиум тоже уже часть цветочков сбросил белый фаленопсис тоже отцвел и вот уже отмирает этот цветонос но он может на этом и закончить отмирать или еще чуть-чуть и потом только сухую часть отрезаем вот как здесь видите я отрезала была верхнюю часть и вот почка проснулась и новый цветонос будет заново цвести детка развивает свой цветонос и посмотрите сколько у нее корней появилось что выпирает наверх надо пересаживать выпирает наверх вот там и воздушные корни уже грунт уже поднялся так мне радует меня радует колумбная что у нее все таки мне удалось вот ее так посадить что вот тут череночки так появлялись чтобы они укоренились помимо основного растения вот здесь два и вот а потом я думала может быть отрезать и это укоренить но посмотрю или может я здесь черенки еще возьму так это цветущие да фиалочки вот они хорошо себя чувствуют для них погода то что надо не жарко вот как будто бы обещать нам уже двадцать шесть двадцать семь градусов после выходных но уже будет похуже так здесь у меня вот это хуя вот новые побеги начинает выпускать вот видно розовые такие листья новые вот вот нет больше не вижу цеперус я переживала что ему здесь в комнате будет темно ну лампа горит хотя сбоку но он там новые вот видите растут и здесь вот вот это здесь уже выросли те которые пониже это я принесла уже с с с этими зонтиками большими ну он у меня в прошлом году вы помните огромный стоял и цвел на окне там на той лоджии где мы были только что вот кливию пропустила она выпустила цветонос и обычно я опускаю вот так вниз чтобы он вытянулся потому что короткий да еще зажатый был листьями не по центру пошло растение а сбоку вот цветонос этот ну и в общем я случайно заметила что цветок распустился а там вот под низом столько бутонов ну в общем поставила вниз может она все таки позволить цветоносу вытянуться немножечко я обычно только вижу и сразу вниз ставлю и он вытягивается к цвету тянется вот и потом сверху цветет а не там где-то внизу так так среди кактусов затишье вот там астрофитум вот собирается распустить эхинопсис вот а мамиллярии уже отцвели теперь только растут вот еще нотокактус будет хавортии вот доцветает было три цветоноса еще один остался так тут кактусы растут вот особенно по этим заметно прямо такие вот смотрите какие огурчики огурчики этот ибискус цветет огромными как тарелка как блюдечко цветами вот еще и на этом будет на всех ветках в общем молодец это тоже вот на днях сбросил но цветок был отцвел вот мне не очень нравится из-за того что цветок держится только один день вот хою сюда я переставила черенок принялся уже листики тугие но еще не совсем конечно такие тоненькие обычно такие же листья у хои такие налитые плотненькие но здесь понятное дело что черенок стоял долго без воды в смысле в влажном грунте но все равно черенок не пил воду но все равно видите какие они уже вот здесь эти листики были совсем вялые как тряпочки висели вот приподнялись там может корневая еще не совсем большая вот я люблю черенки укоренять эти прозрачный горшках видно хорошо какая корневая образуется так алоэ еще не цветет собирается только ну здесь все суккулентики пересадку перенесли я суккуленты все пересадила и все очень хорошо себя чувствуют подрастают вот эти в этом горшке прямо растут вот очень очень хорошо но по ацетия смотрите какая уже шапка я обрезала вот тебе черенков сколько ну я наверное так и оставлю вот здесь в этом месте месяца три или четыре она цвела вот и это точно так же я обрезала их здесь тоже вот много проснулось почек азалия красавица вот хорошо так растут эти ветки потом еще ее постригу чтоб такой куст был пышный к зиме и на новых ветках будет цвести надеюсь олеандр еще не собирается цвести вот эта ветка будет цвести обычно та которая выше всех толще всех та и цветет не каждой ветки здесь ему мало солнца и он цветет не обильно одной веткой каждый год кофе проверяла отсюда не видно но проверяла там есть плоды видно что будут вот так что будем собирать урожай может и не большой урожай будет но будет так чего-то теряет фокус так но крассандра красавица ну вот сюрприз мужу готовится вот вот завтра послезавтра расцветет цветочек и будет запашок ну эта хоя продолжает здесь ничего нового цветет мусорит вниз падает на стапель ее на пол отцвевшие цветочки стрелы ну так ну и здесь внизу все все живы все здоровы плектрантус один второй ну здесь ему мало наверное солнца любитель солнца нас насколько я поняла по содержанию вот его вот здесь он стоял так а теперь еще поставила кливию сюда но это не на продолжительное время кливия будет здесь вот отсветет и на прежнее место я ее определю какие лопухи у кофе смотрите огромнейшие листья верхушка свежие листья здесь прошлогодние а сверху вот по центру это там три ветки растет вот ну и пришли мы на мой огород вот как вы видите перчики цветут красивыми цветочками ничем не хуже чем комнатные растения цветущие такие красивые сиреневые цветы вот еще не могу сказать как там завязывается или нет плоды вот некоторые первый цветок я думала что будет от него плод нет он отпал этот я сняла пожелтела корешок и так вот столько этих бутонов прямо но на центральном этом стволе ну и боковые вот ветки не надо и прищипывать сам формирует красивый куст это старичок трехгодичный дерево настоящее перцевое ну и и мои витамины ну и наши петрушка и еще вот укроп уже он жесткие там ветки только чуть-чуть зелени осталось придется выбрасывать его я посеяла новый укропчик мне понравилось отрезал свежее ножничками я срезаю ножничками режу в салат или куда там в супчик и вот еще укропчик посеяла чтобы как бы на смену друг другу приходил здесь конечно я еще добавила там базилик петрушечку нашла у меня были семена мяты вот еще держу под пакетом и здесь у меня вот под пакетом еще с синими листьями базилик так и помидорчик мой цветет вот видно там да здесь вот бутончики и там вот так что высокий у меня помидор будет здесь у меня тоже под пакетом еще один помидор там пророс что-то с опозданием и так сейчас подыму если не переверну и там вот 4 огурчика вот тоже по-разному зашли пакет пока пакет пока не снимаю потому что те огурцы которые раньше взошли они приказали жить долго в общем погибли но думаю что теперь с этими удастся подружиться ну вот показала я свои растюхи немного рассказала так вот сверху руэлия разрастается уже там и ветвится цветет понемножечку ну все буду на этом прощаться спасибо спасибо что заходите что смотрите ставьте лайки дизлайки подписывайтесь заходите на два плейлиста моя оранжерея и еще одну я организовала еще один организовала плейлист пересадка перевалка там про укоренение черенков в общем все что касается размножения с листиков ну разных растений поэтому заходите в конце окошки такие появляются это ссылки на эти плейлисты ну и с наступающим еще раз праздником будьте здоровы хорошего настроения пока-пока